Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Значит, вы пишите, у меня было всего трое отношений. Значит, первые были очень невинные, совершенно невинные, с лёгкой симпатией, разошлись в итоге обоюдно, без конфликтов, не считая холодностью партнёра. Вот, то есть, есть ощущение, что в данном случае вас несколько, как будто бы задело, ну, что партнёр вот такой, как бы, ну, как бы холодный, как будто бы. Вот, естественно, вы об этом не говорите, да, о том, что вас это задело, но у меня такое вот впечатление, скажем так, сложилось, насколько я прав в данном случае. В данном случае сказать, конечно, сложно, я бы даже сказал, что это невозможно в данном случае ответить на вопрос, насколько я прав. Вот, вы, я думаю, можете ответить на этот вопрос сами, если захотите, вы сами можете ответить на этот вопрос. Следующие отношения, которые у вас были, вы их описываете, как, значит, ну, вы их описываете, как достаточно эмоциональные, вы их описываете, как достаточно, значит, страшные, вот, но в то же время, после чего-то ставшие токсичным. о чем это говорит ну в первую очередь это говорит о том что эти отношения вот той или иной степени были невротичными где каждый человек каждый человек и вы и ваш партнер руководствовались своими желаниями, руководствовались своими потребностями, своей какой-то моделью сделаны к сожалению. Вот именно из-за этого собственно и появилась эта вот токсичность когда значит стало понятно что ожиданиям человека не соответствует. Когда это стало понятно что начались проблемы и в целом проблемы довольно серьезные. Это в принципе очень распространенное такое явление во взаимоотношениях между людьми к сожалению. Вот ну это для людей которые себя не осознают да они это довольно часто такая штука возникает. Вот вы расстались вы говорите о том что долго восстанавливались полгода изучали психологию и прорабатывая свою проблематику как я понял прорабатывая ее самостоятельно. Восстанавливаясь еще и от того что молодой человек попортил вам репутацию вот да у него не получилось это сделать но он пытался это сделать вот то есть тут вот такая в данном случае история. Вот и следующие отношения вы вошли вы вошли осознанно уже но и там ничего не случилось потому что вы выбрали такого человека с которым вы чувствовали себя больше мамочкой да и мужчина казался инфантильным. Значит что здесь чувствуется здесь чувствуется желание себя обезопасить вот желание рационально насколько это возможно подойти к отношениям вот то есть именно вот что называется. Ну головой подойти к отношениям что вы попробовали сделать вот но в итоге все равно вышло не очень хорошо потому что отношения вас не положили. И везде в отношениях есть как мне кажется нотки агрессию. То есть вот в первых отношениях с вашей стороны есть претензия что партнер холодным был во вторых отношениях у вас ну понятно претензия что мужчина портила вашу репутацию в вузе. В третьих отношениях у вас есть претензия что человек не хотел ничего менять. Вот. Ну не хотел ничего менять да не хотел там как-то взрослеть и так далее. Вот. А вы же вы же решая все сама становились как вы сами выражаетесь становились более обменны и самоуверенны. Вот. Непонятно согласны вы с этим или нет но поэтому будем считать что согласны. вот опять же почему вынуждены вынуждены как будто бы вы себя преодолеваете то здесь. Да. То есть вы мечетесь как бы между тем как нужно выстраивать отношения и тем как хочется это делать. когда хочется получается вот такая страсть и токсичность когда как нужно получается вот то что вы занимаете позицию получается доминирующую. вот на мой взгляд это вопрос конечно ваших потребностей на мой взгляд это вопрос ваших личных границ на мой взгляд это вопрос вашего комфорта и на мой взгляд это вопрос того как именно вы устраиваете отношения. Конечно если мы говорим как то вот максимально так вот с позиции наблюдателя да то совершенно не факт что если ваш текущий молодой человек напоминает вам бывшего то это тревожный звоночек. это может просто означать что вам нравятся какие то отдельные черты этого человека вам нравятся какие то отдельные проявления мужчины и соответственно отсюда и есть напоминание. с другой стороны хотелось бы убедиться в том что это действительно есть на самом деле а не ваша интерпретация. влияет конечно еще и то что несмотря на травматичный несмотря на травматичный разрыв отношений явно травматичный вот а вы не работали с психологом а делали это самостоятельно. самотерапия это не всегда эффективно. На проблематику личных границ указывает то что вы говорите то мы то он. то есть вот вы пишете что мы оба не могли нормально протереться то есть вы оба не принимали друг друга безусловно. но вопрос то не в том что вы оба не могли протереться а в том что не принимали его вы. вот. дальше. меня не устраивала его определенная незрелость как казалось впоследствии инфантильность. а вас не устраивало но вы все равно старались как бы с ним быть в отношениях. вот. вот вы пишете а мы друг друга явно не устраиваем не развиваемся что нам собственно делать но увы партнер показал максимальное безразличие к ситуации нежелание что-либо менять и мы собственно обоюдно разошлись. то есть вот вы говорите мы друг другу не устраиваем но партнер показал максимальное безразличие к ситуации. а вы? ну а вы? то есть у вас получается как бы здесь ну что это партнер. в целом я бы сказал что вот а ну вы говорите о том что что вас вот называют эмоционально да вот так вот вы себя по крайней мере описываете вот но в целом я бы сказал что по тексту как раз таки а я бы не сказал я бы не сказал что вы эмоционально напротив по тексту чувствуется остраненность. вот остраненность и а некая такая некая такая даже я бы сказал может быть отращенность. вот тут опять же вы можете с этим не соглашаться да но вот а такое ощущение у меня в данном случае возникает. вот вообще ну при том что у вас вот столько неудачными а отношений было даeno нормально что вы как-то хотите себя обезопасить. вот. я не думаю что в этом есть что то такое негативно в том что вы пытаетесь ээээ себя как-то застраховать от ну ошибок. Только, на мой взгляд, вы действуете немножечко не в том направлении, вам нужно, на мой взгляд, более внимательно исследовать себя. Вам нужно, на мой взгляд, более внимательно смотреть на то, чего вы хотите, на то, насколько свободно, естественно, вы себя ведете, и смотреть на то, на каких основаниях. Вы выстраиваете отношения с мужчинами, и в какой позиции вам комфортно с мужчиной. Вот, если, например, вам свойственна все же эмоциональность, о которой вы говорите, вот, то, наверное, это больше все-таки про следование за мужчиной. Нежели чем, ну, нежели чем доминация. Вот. Но, опять же, здесь вы можете со мной подпорить. Вот. Вот. Поэтому я не буду на этом наставить. Вот. Вопрос. Чего вы боитесь? Вот. Боитесь ли вы страдать? Боитесь ли вы как-то ошибиться? Вот. Вот. Или боитесь ли вы чего-то еще? Что? То есть, вот это было бы, на мой взгляд, очень важно увидеть. Чего конкретно вы боитесь. Потому что, ну, ничего вы опасаетесь. Лично мне показалось, что вы не хотите изменять, что называется, своему образу. То есть, мне показалось, что вы не хотите, вот, как будто бы предавать себя. Вот. Вы боитесь, что опять будете восстанавливаться, опять будете, вот, страдать сильно в отношениях. Вот. И так далее. Может быть, это действительно, ну, может быть, это действительно было бы так. И, может быть, это действительно так. Но это ставит нас перед вопросом на то, какие цели вы преследуете, опять-таки, в отношениях. То есть, я в отношениях для чего. Вот. А я в отношениях чтобы что. Вот мне в отношениях, что нужно. Вот. То есть, я бы, я бы вот на это обратил бы ваше внимание. Конечно. Уже. Вот. Я бы, я бы обращал ваше внимание именно на это. Вот. И уже, исходя из этого, да, вот чего, чего мне хочется вообще. Вот. Уже вот, вот обращая внимание на это, я бы, я бы как-то бы смотрел. Да, вы сами могли, конечно, не отпустить эту ситуацию. Ну, до конца. Ну, до конца. Ещё. Именно, вот, в силу того, что работали вы с ней, ну, в этой ситуации, вы работали сами, вот, не, ну, не занимаясь с психологом. Вот. Да. Может быть. То есть, у вас мужчины будут, ну, похожи друг на друга, да? В чём-то. Ну, вопрос. Считаете ли вы это проблемой? Вот. Ну, если для вас это проблема, ну, что ж, в таком случае, нужно открыть, как, эм, вследствие чего, как у вас вырабатывает, ну, появляется симпатия к мужчинам. Вот. А, понятно, что, вот, выявив это, да, можно будет уже, о чём говорить, как я и сказал в начале, это вот потребностная сфера. Вот. Потребностная сфера, которая нуждается в, ну, скажем так, в корректировке. Вот. Вот как-то так я бы, я бы ответил вам на ваш вопрос. Ммм. Вот. Значит, вы видите отголоски того самого бывшего. Вот. Отголоски. Чем вас это пугает? Вот. Мне кажется, что это всё вас пугает увлечённость. Вот. Вы увлекаетесь. Вот. То есть, может быть, что, вот, вследствие своей эмоциональности, да, вот, вы, может быть, именно вследствие того, что вы такой эмоциональный, получается, человек. Вот. А вы боитесь, что, вот, себя потерять. Вот. Опять. Но ваши опасения, они обоснованы, я полагаю. Вот. А чтобы себя не потерять, необходимо работать с личными границами. Вот. Вот. И поменьше играть роль. Да. То есть, именно, вот, как можно меньше играть, играть роли. Вот. Стараться быть искренней. Вот. Стараться быть честной. Вот. И стараться открыто, открыто говорить о том, например, что вам что-то нравится. Вот. Ну и себя проявлять по возможности так, как вам этого хочется. Вот. Себя проявлять. Именно. Да. Вот. То есть, это вот очень такой важный момент, на мой взгляд. Вот. С точки зрения психологии. Вот. На мой взгляд, да, если вы долго отходили, если вы долго отходили от отношений, долго устанавливать, значит, опять же, с вами что-то происходило. Вот. Наше взгляд, это увидеть, что именно с вами происходило. Что-то представляло вот такую пролонгированную реакцию. Вот. Вот. Наше взгляд. Привязанность, может быть, да. Да. Там, не знаю, ну, вовлеченность к человеку. Да. Вот. А ещё какие-то моменты. То есть это нужно смотреть, как мне кажется, и вот, соответственно, если вам это будет, если вам будет это более понятно, то вы опять же сможете как-то это направлять. Ну понятно, да, вот, направлять так, как, как нужно вам, вот, не кому-то, да, а именно вам. Если остались болевые, если остались болевые чувства у вас, вот, вот, если осталась какая-то боль, вы чувствуете, что, вот, ну, не все еще проще-то, да, и так далее, вот, то это можно с психологом поработать, и, что называется, это можно допросить, вот, если у вас такое желание возникнет. Вот, ничего тут страшного нет. Было бы неплохо, если бы вы молодому человеку своему сказали о том, что вот, ну, какие реакции вас он вызывает. Здесь не нужно бояться как-то человека обидеть, да, здесь не нужно опасаться того, что человеку будет неприятно, это то, что с вами происходит. Вот. И последнее, на что хотел бы обратить ваше внимание, это на некий такой обзор, некую такую обзорность, если хотите. Ваше чувство к мужчинам стало. Вот. Вот, вы пишете, ну, вы пишете, что, значит, что к мужчинам у вас были чувства, да, что вот у второго молодого человека вы как-то вот влюбились, получается, достаточно сильно, вот, у этого человека у вас тоже, ну, тоже, вот, питаете к нему эмоции, вот. Хочу вас спросить, как вы понимаете, что у вас именно романтические чувства к человеку? Есть. Что вы начинаете чувствовать? Что вы начинаете чувствовать? Что вам начинается хотеться? когда вы чувствуете появление вот этих чувств, вот. Это очень важно, потому что то, на что направлено ваше чувство, когда у вас появляются романтические такие нотки, вот, многое бы объяснило бы и многое бы показало бы. Вот. Поэтому вот давайте, пожалуйста, на это постараемся обратить ваше внимание. направлено ли ваше чувство на, допустим, мужчину, или ваши чувства направлены больше на себя, на ваши потребности. Это очень важно, очень важно, чтобы вы себя не обманывали, вот. Чтобы вы не обманывались насчет того, что вам хочется, насчет того, как вам хочется. Это очень важно. Надеюсь, что, вот, определенную пищу для размышлений, да, определенную пищу для размышлений, да, вам дать, ну, как минимум, получилось. Чтобы, чтобы выйти до сюда, ну, чтобы выйти до сюда, как-то, как-то, вот, начали выдаваться, ну, вопрос, вот, определенную. Вот. На этом все, пожалуй, я надеюсь, что вам это было интересно, надеюсь, что вам это было полезно. Я вам хочу пожелать всего самого доброго. Я хочу пожелать вам удачи. Я надеюсь, что у вас все нормализуется, вот, и вы сможете, ну, построить вот такие отношения, которые будут вас устраивать. Значит, обратная связь по моему ответу позволит вам сформулировать базовые постулаты для психотерапии. Вот. Позволит вам сформулировать направление работы над собой, если вы хотите. Всего вам самого доброго.